Объединили силы и решили напасть на нас. Они уже были в пути. Хорошо. Илай улыбнулся. Именно это его только что задержало. Непрерывные конфликты и изменения, наконец, заставили зеленое поле понять свое положение, и они сделали выбор, сражаться с Роландом насмерть. Одно сражение решило бы все. Я надеюсь, что они смогут преподнести мне несколько сюрпризов. Илай сузил глаза. Как раз в центральной области и когда-то основные слуги магов. В их хранилище сокровищ могло быть что-то, в чем он нуждался. Более того, пришло время объединить зеленые поля. Лесные и чужеземные расы были намного быстрее, чем представлял Илай. Три дня спустя, в центральной части зеленого поля одновременно с трех сторон вспыхнул свет. Одним из них была гигантская жаба с серебряными узорами, отпечатанными на ее теле. Серебряные узоры на его теле излучали серебристый свет, подобный яркой луне. Другой была гигантская жар-птица с тремя огромными хвостовыми перьями, которые выглядели как кисточки на спине. Это было похоже на огромное солнце. Наконец, появился огромный тигр, который излучал кроваво-красную убийственную ауру. Все трое были чрезвычайно огромными, каждый по меньшей мере в тысячу метров длиной. Аура, которую они излучали, была ничуть не слабее, чем у короля дракона Джованни. На самом деле, они были даже немного сильнее. Эти трое были самыми сильными существами клана бога Луны Жабы, Солнечной Птицы и Демонического Тигра Кровавой Луны. Три фигуры были подобны богам, окрашивающим небо в три цвета. Их огромные фигуры и уникальные ауры шокировали и даже напугали все зеленое поле. После того, как три фигуры покинули свои соответствующие места, они полетели прямо к эльфам. Их цель была предельно ясна. Бесчисленные нечеловеческие существа наблюдали, как три нечеловеческих короля ушли. Клан пернатых. Бесчисленные люди из перьев прятались в дуплах деревьев и дрожали. Каждый из трех королей – существо четвертого круга. Может ли Роланд действительно противостоять им? Король перьев стоял под большим деревом и смотрел на три фигуры. Он почувствовал, как сильно сжалось его сердце. Все знали, что Роланд был очень силен, но мог ли он победить трех иностранных королей? Более того, эти три расы не были простыми. У каждого из них была могущественная родословная. Уровень их родословной превысил четвертый уровень. Хотя они не достигли пятого круга, их боевая мощь отличалась от обычного пятого круга. Я надеюсь на это. Он молча молился. Я надеюсь, что он мертв. Король-дракон Джованни сузил глаза. Он был верен Илаю и был шпионом в зеленом поле. Естественно, он хотел смерти Роланда. Вздох, давай сразимся. Я не верю, что альянс магов вернется. Король гномов громко рассмеялся и поставил на стол метровый кубок с вином. Вино внутри затрепетало. Они были не единственными. Когда три фигуры поднялись, все чужеземные племена остановились и посмотрели на небо, глядя на три богоподобные фигуры. Впервые они почувствовали, как сжались их сердца. В конце концов, они не знали о достижениях Илая в человеческой расе. Было бесполезно знать, потому что это был Илай, какой это имело отношение к Роланду. В этот момент, за пределами эльфийского храма, Милорд, прибыли три иностранных правителя. Они прибудут максимум через полчаса. Милорд, как мы должны противостоять им? Ирвин посмотрел на Илая с обеспокоенным выражением лица. Не волнуйся. Полчаса назад, чтобы избежать каких-либо несчастных случаев, главный корпус дал мне оружие. Илай взмахнул рукой и достал бледно-золотой длинный лук. Это священники, стоявшие за Ирвином, были шокированы. Будучи эльфами, они, естественно, были знакомы с длинными луками. Лук перед ними, вероятно, был пугающе высокого уровня. Это был лук по меньшей мере пятого круга. Но Ирвин колебался. В этот момент Илай уже натянул свой лук. Бледно-золотой длинный лук был зажат в руке Илая, когда он двинулся вперед. Бледно-золотая сила веры позади него мгновенно вспыхнула. А слепительный свет даже заставил всех невольно сделать шаг назад, и по окрестностям разразилась буря. Венг Илай положил руку на тетиву. Тетива, сделанная из какого-то неизвестного материала, начала постепенно натягиваться. В этот момент на тетиве, на которой изначально не было стрел, появились три едва заметные золотые стрелы. Фатальный. Смертельный. Все в унисон отступили еще на шаг назад. В их глазах промелькнул ужас. Милорд уже заставляет меня чувствовать, что моя жизнь в опасности, просто натягивая лук. Насколько силен сейчас Милорд? Эрвин не мог в это поверить. Остальные в смятение переглянулись. Только сейчас они поняли, что все еще недооценивали силу своего учителя. В этот момент тетива была уже полной луной. Золотой свет веры окутал Илая. С тихим криком Илай отпустил руку, и в одно мгновение расцвели три луча света. Венг. Три луча света были подобны вспаханной почве, и в пространстве появились черные трещины. Окружающий золотой свет излучал ослепительный свет при их освещении. В одно мгновение золотой свет исчез из глаз каждого, а затем разделился на три дуги. В этот момент три нечеловеческих лидера приближались, и бесчисленные нечеловеческие существа на Земле дрожали, наблюдая за ними. Внезапно некоторые из чужеземных раз подняли головы. В конце их поля зрения появился чрезвычайно яркий золотой свет. Внутри золотого света был свет, подобный стрели. По мере приближения расстояния свет от стрелы становился все больше и больше. Что это? Как, как это возможно? Я даже издалека чувствую угрозу смерти. В том направлении это не может быть Роланд. Верно? Бесчисленные нечеловеческие существа безучастно смотрели на происходящее, на свет стрелы, который пронзил их глаза. Их целью был никто иной, как иностранные лидеры. Что бы произошло? В этот момент все посмотрели на небо, но их глаза не моргали. В этот момент иностранные лидеры трех фракций также сделали свои ходы. Жаба бога Луна издала ужасающие кваканье, и серебряный свет вырвался из ее рта навстречу лучу стрелы. Температура в радиусе нескольких тысяч метров мгновенно упала, превратившись в экстремальный холод. Тем временем вокруг солнечной птицы поднялось безграничное пламя, и она устремилась к свету стрелы. Демонический тигр кровавой Луны также взревел и полетел к свету стрелы. Столкнувшись с этой провокацией, три лидера сделали одинаковый выбор. Атакуй! 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 В следующее мгновение, почти в одно и то же время столкнулись три атаки. Все зеленое поле мгновенно осветилось этими тремя лучами света. Бесчисленные чужеземные расы подняли головы, чтобы посмотреть, но они ничего не смогли увидеть. Однако внутри белого света появился и расцвел золотой свет. Затем они услышали три вопля одновременно. По мере того, как поднимался бескрайний кровавый туман, белый свет постепенно рассеивался. Бесчисленные инопланетные расы поднимают головы и безучастно смотрят в небо. Огромные тела лидеров все еще были закреплены в небе. Однако золотой свет проникает сквозь троих, и из их тел выходит бесчисленное количество кровавого тумана. Более того, тела трех лидеров, казалось, были неподвижны, не способны двигаться. Они могли только беспрестанно вопить, а в промежутках, казалось, молили о пощаде. Все кончено. Как это возможно? Ты, должно быть, шутишь. Они потерпели неудачу просто так. Казалось, они взывали о пощаде. Чужеземные расы безучастно смотрели в небо, потрясение в их глазах, казалось, застыло. Никто не мог поверить, что то, что должно было стать великой битвой, закончилось вот так просто. Джованни, услышавший вопли, поднял голову и посмотрел на три поля битвы. Его янтарные глаза внезапно блеснули. Как это могло закончиться вот так? Черт возьми, мне конец. Может ли быть, что это еще один могущественный персонаж, подобный Илаю? Разве все не закончилось бы, если бы трое других умерли? Если бы я знал раньше, я бы согласился на их приглашение. Нет, если бы я присоединился, я, вероятно, тоже умер бы. Нет, я должен немедленно обратиться за помощью к моему господину. Я больше не могу оставаться в Гринфилд. Он встревоженно встал и был готов попросить помощи у Илая. Он больше не мог оставаться в зеленом поле. Трещина. Бокал с вином снова упал. Рот короля гномов дернулся, а глаза застыли. Ни за что, ни за что, настолько силен? Он не мог в это поверить. Даже лорд Альянса Чернокнижников не был бы таким смешным. Черт возьми, что, если он придет искать меня? Нет, даже если он придет искать меня, я никогда не сдамся. Раса гномов скорее умрет, чем подчиниться. Король гномов утешал себя так, словно плакал. Бесчисленное множество людей смотрели на трех лидеров. В этот момент изначально мощная осада была похожа на шутку. Клоун. В следующий момент три фигуры были окутаны золотым светом. Они вопили, взлетая в небо. Солнечный свет сияет перед храмом. Рот Эрвина дернулся, когда он посмотрел вдаль. Там были три огромные фигуры, привязанные к земле. Кровь все еще текла из их тел, когда они падали подобно водопаду. Это закончилось. Она была немного ошеломлена, как будто не могла в это поверить. Сила одной стрелы победила трех лидеров. Сэр Элай. Она смотрела вперед. В этот момент Элай, убравший свой длинный лук, был чрезвычайно спокоен. Это было так, как будто он только что сделал что-то незначительное. Как будто почувствовав ее взгляд, он повернул голову и сказал. Эрвин, я думаю, мы должны отправить людей на территории трех иностранных рас. Э, ладно, ладно. Эрвин поспешно ответил, выглядя немного взволнованным. Вскоре армия эльфов отправилась в путь. Инопланетные расы, которые изначально зависели от трех основных рас, также поняли ситуацию и быстро перешли на другую сторону. По сравнению с людьми, иностранные расы не заботились о своей репутации. В любом случае, это была просто смена начальства. Даже если их начальник был немного особенным на этот раз, они все еще могли отличать жизнь от смерти. Коллекции различных иностранных рас были быстро перевезены эльфам. Вздох, там ничего нет. В эльфийском храме Элай сел на свой стул и глубоко вздохнул. Это заставило многие иностранные расы, сидящие внизу, дрожать от страха, включая трех усохших лидеров иностранных рас. Они не умерли в то время, и они сразу решили сдаться после этого. Теперь они также находились под командованием Элая. Они забились в угол, не говоря ни слова. Сэр, чего именно вы хотите? Возможно, мы сможем узнать немного. Эрвин, который сидел сбоку, сказал с тревогой. Это верно. Пожалуйста, расскажите нам. Другие расы тоже вмешались. Мне нужен способ быстро прорваться на следующий уровень. Элай ничего не скрывал. Он посмотрел на присутствующих представителей чужих рас, надеясь, что они дадут ему ответ. Недавно семья Хамис и Альянс Чернокнижников вступили в конфликт. Впервые Элай почувствовал, что его силы недостаточно и их нужно улучшать. Тишина, гробовая тишина. Как только Элай закончил говорить, все опустили головы. Они действительно понятия не имели. Элай снова вздохнул. Изначально он надеялся, что на зеленых полях будет какой-то выигрыш. Казалось, что надежды не было. Он мог только ждать. Милорд, возможно, у меня есть идея. Элай немедленно поднял глаза. Это была огненная птица в углу. В этот момент она подняла одно из своих крыльев и робко сказала. У тебя есть способ. Элай посмотрел на нее со вспышкой предвкушения. Эээ, сэр, на самом деле это плохая идея. Увидев, что пристальный взгляд направлен на нее, огненная птица внезапно пожалела об этом. Однако, когда она увидела горящий взгляд Элая, она все равно прикусила губу и сказала. Милорд, кратчайшего пути к пониманию законов нет. Вы можете полагаться только на время. Разочарован. Элай был немного разочарован. Но, пылающая птица глубоко вздохнула и сказала. Если ты действительно хочешь прорваться во внешний мир, еще есть надежда. Пока ты отправляешься в другие миры, все еще есть надежда. Внешний мир, другие миры. Элай прервал ее и спросил. Да. Она кивнула и продолжила. Внешний мир, это наш мир. Однако, мой господин, течение времени в некоторых мирах может отличаться от нашего. О. Элай мгновенно обрел просветление. Правильно. Не похоже, что течение времени везде было одинаковым. Он мог бы отправиться в место, где течение времени было быстрее, чтобы повысить уровень, а затем вернуться. Разве это не было бы прекрасно? Почему он должен был терпеть здесь? Но вскоре выражение его лица снова омрачилось. Теперь, когда мир был запечатан, он не мог выбраться. Что-то не так. Ты знаешь, где время течет по-другому. Внезапно Элай подумал о пылающей птице, которая сделала это предложение. Если бы она не была уверена, сделала бы она предложение? Да. Мой господин. Горло пылающей птицы слегка шевельнулось. Встреча с Элли всегда вызывала у нее чувство страха. Она глубоко вздохнула и сказала. Я действительно не знаю о таком месте в мире чернокнижников, но за пределами мира чернокнижников я знаю о фрагменте мира среднего размера. Это место содержит часть законов времени. Течение времени там полностью отличается от внешнего мира. Однажды я вошел в пограничную область. В некоторых местах течение времени уже в 10 раз превышает нормальное. Бах. Это был звук вставания Элая. Он посмотрел на пылающую птицу горящим взглядом. Ты уверен? Спросил Элай. На этот раз он был действительно потрясен. Он никогда не думал, что на этот раз у него будет такой урожай. Честно говоря, он также мог ускорить время, но это только ускорило бы окружение и не повлияло бы на него самого. В противном случае, он бы сделал это давным-давно. Однако он никогда не сталкивался с местом с естественным более быстрым течением времени. Это было слишком шокирующе. Пылающая птица также была шокирована реакцией Элая. Она даже задумалась, действительно ли дала хорошие предложения. Разве это не было просто течением времени? Разве это не отнимет у него всю жизнь? Более того, это было в пространстве, где люди даже не заметили. Это было слишком скучно. Лучше было просто совершенствоваться в мире чернокнижников. В конце концов, жизнь была ограничена. Отведи меня туда. Но Элай не обратил на это никакого внимания. Он не ожидал, что на этот раз действительно чего-то добьется. Надеюсь, он не был разочарован. Днем позже. Полоса красного и полоса золотого света поднялись в небо, пройдя через атмосферу мира чернокнижников и войдя в космическое пространство. Красный шел впереди, а золотой следовал позади. Еще через полдня они, наконец, прибыли к месту назначения. В скоплении фрагментов мира. Это то самое место. Элай стоял в пустоте и смотрел вперед. Среди фрагментов мира перед ними один фрагмент мира был особенно привлекательным. Он был примерно в 10 раз больше фрагментов другого мира и излучал серебристо-белый свет. Вокруг него были нити серебристо-белых нитей, которые рассеивались, делая это похожим на сон. Сэр, это то самое место, сказала пылающая птица, глядя на фрагмент. Тогда давайте войдем. Элай кивнул. На этот раз он послал клона, чтобы прощупать почву. Так не пойдет. Сэр, вы должны дождаться, пока временная шкала рассеется. Не стоит недооценивать эти вещи. Вы можете потерять от десятков до сотен лет жизни, если прикоснетесь к ним. Более того, внутри тоже есть некоторые, но не так много, как здесь, сказала огненная птица с затаенным страхом. Очевидно, она уже терпела неудачу здесь раньше. Хорошо. Глаза Элая загорелись, но выражение его лица оставалось спокойным. Несколько минут спустя, когда появилась временная нить, появилась небольшая трещина высотой с человека. Элай и пылающая птица обменялись взглядами и влетели внутрь. Хлоп. Раздался звук, который звучал так, словно он погрузился в воду. Элай снова открыл глаза. То, что предстало его взору, было большой областью, которая была прекрасна, как звездное небо. Однако между этой областью были серебряные нити, которые падали подобно молнии. Чем дальше он углублялся в звездное небо, тем больше там было временных молний. Что касается центра, то это было почти бескрайнее белое пространство. Они вдвоем были на грани, и время от времени одна или две нити падали с неба. Сэр, вы можете чувствовать это, верно? Осторожно, сказала пылающая птица. Почувствуй. Элай кивнул. Окружающий воздух был чрезвычайно плотным, но он также заметил здесь кое-что другое. Соотношение потоков времени здесь было примерно два к одному. Другими словами, два дня здесь были эквивалентны одному дню во внешнем мире. Милорд, чем дальше мы идем, тем быстрее течет время. Однако молния во временной шкале также будет более плотной, и потребление жизненной силы будет больше. В последний раз, когда я погрузился в пять раз глубже, я задержался там ненадолго и потерял около 50 лет своей жизни. Не то чтобы я хотел это сказать, но, милорд, это действительно не место для совершенствования. Пылающая птица увернулась от временной молнии, а затем пожалела об этом. Действительно. Элай кивнул. Место перед ним действительно не подходило для культивирования. Возможно, вы могли бы умереть во время медитации. Однако это было для других. Для него это было хорошее место. Естественный барьер здесь означал, что никакие существа не войдут без причины, и это также могло дать ему время быстро совершенствоваться. Главное было в том, что ему нужно было лишь немного углубиться. Скорость времени там не повлияла бы на него. Пойдем, покинем это место. Элай кивнул и сказал. Хорошо. Огненная птица была ошеломлена, когда услышала, что они уходят. Затем она быстро кивнула. Даже она не хотела оставаться в этом месте. Однако было неизвестно, была ли это проблема с ее удачей, но как только она закончила говорить, в нее быстро ударила молния временной линией. Когда мех пылающей птицы быстро немного поблек, она издала вопль. Сколько лет? Что случилось? С любопытством спросил Элай. Запричитала пылающая птица. Не повезло. 60 лет. Сэр, давайте быстро покинем это место. Ха-ха-ха-ха. Хорошо. Элай рассмеялся. Они вдвоем быстро покинули фрагмент мира и превратились в два луча света, когда вернулись в мир чернокнижников. Полдня спустя. Они вдвоем вернулись в эльфийский храм. Эрвин, который ждал долгое время, подошел. Прежде чем она смогла что-либо сказать, она махнула рукой и вошла. Забудь об этом. Это не подходит. Да. Эрвин кивнул и наблюдал, как закрывается дверь храма. Все кончено. Она поджала губы и вздохнула. Она поняла, что ее учитель наконец-то решил отбросить свои мысли. На другой стороне. В стране Гроссе. Элай собирал все необходимое для этого путешествия. Элай, ты куда-то идешь? Дилан, который случайно прибыл, спросил. Да, Элай ухмыльнулся, даже собаки не ходят. Я не собака, поэтому для меня очень разумно уйти. В звездном небе Элай посмотрел на фрагмент мира перед собой и поджал губы. Через день он вернулся. Естественно, он не пропустил бы такое хорошее место. В конце концов, это была лучшая надежда, которую он мог видеть для быстрого улучшения. Конечно, его клон тоже не смог войти. В конце концов, у его клона Веры не было вечной жизни. Если по нему ударить несколько раз, он может сразу разрушиться. Его основное тело должно было прийти. Излишне говорить, что на этот раз он был полон решимости прорваться через пятый круг. Он даже принес с собой законы тени, а также десятилетия ресурсов, оставив на земле Гроссе только клона. В таком случае, давайте войдем. Элай глубоко вздохнул и полетел ко входу. Не было необходимости ждать, пока временная шкала рассеется. Он просто ворвался. Па-па-па. На теле Элая вспыхнуло множество временных линий. Потеря десятков или сотен лет жизни была слишком обычной для Элая. Ему даже не нужно было привыкать к этому. Когда Элли снова попал во временный фрагмент, его эмоции были сложными. Однако он чувствовал, что время вокруг него истощается, что делало его счастливым. Он увидел надежду на прорыв. Но этого места недостаточно. Элай поджал губы и шагнул в звездное небо. Для него удвоенное количество не имело смысла. Было бы интересно, если бы это происходило по крайней мере десятки раз. Эмпелая не был ни быстрым, ни медленным, и окружающая временная шкала расцвела. Обычные чернокнижники не смогли бы избежать молнии временной шкалы, но для него это было обычным делом. Это даже заставило его почувствовать, что он возвращается домой. Кто бы осмелился войти, если бы он прятался в этом месте? По мере того, как он углублялся, окружающий поток времени становился все быстрее и быстрее. Дважды, трижды, десять раз, двадцать раз. Когда поток времени увеличился в двадцать раз, Элай почувствовал свой предел. Потребовалось время, чтобы его жизненные силы восстановились. Хотя скорость была смехотворно высокой, непрерывное потребление здесь заставляло его чувствовать себя немного неуютно. Что ему было нужно, так это совершенствоваться, но если он пойдет дальше, он, возможно, не сможет игнорировать грозу и спокойно совершенствоваться. Двадцать раз для него было относительно комфортное расстояние. Обычный. Элай сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Его дух постепенно погрузился в него. Его цель на этот раз была очень проста. Прорыв. Прорыв. Четыре тысячи семьсот девяносто пять год нового календаря. В тот же год, когда Элли вошел во временный фрагмент, четыре пятых зеленого поля уже стали подчиненными Элли. Только гномы отказались присоединиться. Элли подумал об этом и позволил этому развиваться. Драконы все еще не знали, что Роланд и Элли были одним целым, и они дрожали весь день напролет. Благодаря информации о руинах семья Хамис обнаружила, что Флорис, одна из шести семей, внедрила в семью большое количество шпионов с дурными намерениями. Таким образом, из-за причудливого сочетания факторов разразилась война. Война между двумя семьями зажгла мир, и внимание всего мира было сосредоточено на центральном регионе. В это время новости о башне родословной, объединяющей западный регион, были подавлены. 4895 год нового календаря. Война между двумя высшими семьями все еще бушевала. Влияние этой пятилетней войны на мир потрясло всех. В этом году два великих клана пятого круга сражались, потрясая мир. Было сказано, что даже земля с силой в 10 тысяч миль превратится в ничто. В тот день Илай также покинул временный фрагмент. Хотя он не видел сцены войны, даже руины поля боя заставляли Илая чувствовать угрозу. В этом году Илай уже провел 60 лет в Тайном Царстве. Законы были беспокойными. В этот момент его понимание закона становилось все глубже и глубже. Однако он все еще был далек от прорыва через пятый круг. 200 лет в Тайном Царстве. Это всего лишь 10 лет во внешнем мире. 4910 год нового календаря. При посредничестве Союза Чернокнижников две семьи наконец прекратили борьбу и начали зализывать свои раны, чтобы восстановиться. Однако в этом году произошло два важных события. Первой была самая северная часть северного региона. Башня Лича начала действовать, и сотни тысяч квадратных километров земли были полностью преобразованы. Сотни тысяч чернокнижников были превращены в Личей. Мир был потрясен. Во-вторых, морское племя Южного региона контролировало цунами и превратило тысячи миль Южного региона в огромный океан. Миллионы людей были убиты или ранены, и те, кто сделал это, были глубоководными расами. Союз Чернокнижников был в ярости, но они также были потрясены и напуганы. Это произошло потому, что морской народ в глубоководье обладал силой вторгнуться на сушу, а это означало, что война между морскими расами в глубоководье, скорее всего, подошла к концу. Хаос, который поддерживался более тысячи лет, возможно, закончился. Стабильность морской расы не была хорошей вещью для Союза Чернокнижников. И была еще одна вещь, которая беспокоила их. То есть на зеленом поле все больше и больше иностранных рас инвестировали в подчиненных Роланда. И лай был относительно подавлен. Результаты были всегда, но всегда был баланс. Они хотели вмешаться, но на этот раз их отвлекли башня Лича и морское племя, поэтому у них не было лишней энергии для атаки на неважное зеленое поле. В конце концов, Роланд не доставил им особых хлопот. Короче говоря, это десятилетие было действительно насыщенным событиями. Внешний мир был в смятении, но это никак не повлияло на Элая. Во временном фрагменте. Временная шкала вокруг Элая взорвалась, но он вел себя так, как будто не видел этого. Напротив, его сознание все еще было погружено в его небесный мир. Небесная сила, которая висела высоко в пространстве сознания, горела подобно Солнцу, излучая бесконечный свет и тепло. Однако в середине Солнца черное семя закона тени поглощало силу небесного. По сравнению с тем, что было 300 лет назад, нынешнее семя закона было в несколько раз больше, а его цвет стал темнее. Пожирающая сила, окружающая его, также стала сильнее, совсем как маленькая черная дыра. Время почти вышло. Элай спокойно наблюдал за всем происходящим. 300 лет постижения плюс прошедшие почти 3000 лет сделали его понимание законов быстрее, чем ожидалось. В этот момент он уже был на пределе своих возможностей. Он был намного сильнее, чем 300 лет назад. Те, кто был того же уровня, в его глазах ничем не отличались от муравьев, но что это значило? Неважно, насколько я силен, я все еще на четвертом круге. Глаза Элая были полны решимости, как будто в его глазах были два острых меча. Приготовься к прорыву. Элай глубоко вздохнул и достал три межпространственных кольца. Один содержал десятки миллионов магических кристаллов, другой – радужный светлый костный мозг, а последний содержал почти 10 миллионов единиц высокоуровневых кристаллов души. Первый пришел из башни Родословной, в то время как последние два пришли от Нерона. Это были все ресурсы, которые ему были нужны, чтобы прорваться. Этого было достаточно. Естественный барьер царства времени и секретность этого места также являются лучшим местом для меня, чтобы прорваться. Элай медленно поднялся и пошел глубже. Чем опаснее это было, тем безопаснее для него. В конце концов, он остановился в том месте, где течение времени было в 30 раз быстрее. Год спустя. Элай, который приспосабливался в течение 30 лет, открыл глаза. Его глаза ярко сияли, и безграничное небесное солнце в его сознании горело, испуская обжигающий свет, которого он никогда раньше не видел. Прорыв. Элай глубоко вздохнул, и его аура внезапно взорвалась, как гора или океан бум. Распространилась похожая на гору аура, и вечное небесное великое солнце начало медленно погружаться, в то время как семя закона стало еще более ослепительным, как будто что-то назревало внутри. Сознание Элая погрузилось в его сердце, почувствовав изменения. В этот момент семя закона было подобно черной дыре, поглощающей все накопленные им в прошлом силы. Он мог даже слабо нести силу родословной, и в него также вливалась сила небесного великого солнца. Продвижение к пятому кругу было процессом прыжка с предыдущего основания. В конце концов, семя закона продолжало расти и в конечном итоге выросло всаженец древа закона. Поэтому среди пятого и шестого кругов первое царство называлось зародышевым царством, также известным как зародышевый маг. Однако мое тело и душа не смогут выдержать такого большого поглощения. Элай оценил свою ситуацию, его глаза слегка сузились. В следующую секунду Элай открыл глаза. Два других пространственных кольца открылись, и бесчисленные кристаллы души и магии мгновенно распространились вокруг Элая подобно ослепительной галактике, горящей одновременно. Безграничная сила души горела ярко, и небесное солнце в его теле прогибалось быстрее, но давление на его тело и душу также увеличивалось. В ответ Элай открыл еще одно кольцо. Элай проглотил костный мозг радужного света. В одно мгновение душа и тело Элая, казалось, покрылись тонким слоем мембраны, не давая ему страдать от боли, вызванной тем, что его небесное тело прогнулось. Прорыв продолжался. Все нормально. Элай спокойно наблюдал за всем процессом. Чтобы продвинуться к пятому кругу, он потратил 30 лет, приспосабливаясь и принимая во внимание всевозможные ситуации. Теперь все, что ему нужно было сделать, это дождаться, когда его Целестиал будет полностью поглощен, а затем взрастить свое семя закона. С его накоплением на этом этапе не было бы никаких случайностей. Вскоре пламя небесного горения вокруг великого небесного солнца постепенно исчезло. Иллюзорное великое солнце тоже начало тускнеть, и семя закона тоже начало слегка дрожать, начиная понемногу трескаться. Элай мог чувствовать ауру тени. Если бы не было проблем, его древо закона должно было бы быть теневым деревом с законом тени в качестве его главной ветви. Проблем быть не должно. Подожди, что это за свет? Внезапно Элай почувствовал, что что-то не так. Он почувствовал, как в его духовном пространстве появилось белое свечение. Что это? Глаза Эллу расширились. Свет напутал с ним, когда он продвигался к небесному царству, и теперь он снова напутал с ним. В следующую секунду он увидел, как белый свет стал еще более ослепительным. В то же время его семя закона начало меняться. Внутри него начала зарождаться полупрозрачная аура. Наряду с этим изменением Элай мог даже почувствовать, как резко меняется окружающая среда снаружи. Первоначально редкая временная молния, казалось, нашла свою цель. Сотни молний появились одновременно и поразили тело Элая. Элай был потрясен. Так много, сможет ли он принять это? Однако чего он не ожидал, так это того, что молния вообще не подействовала на него. Вместо этого они вселились в его тело и вошли в семя закона. Изначально слабая временная аура мгновенно усилилась. В этот момент Элай уже оцепенел. Как все знали, один номологический закон может перерасти только в одно номологическое дерево. Тогда что с ним происходило? Могло ли быть так, что он вырастил бы два номологических дерева? Это было бы потрясающе. Более того, он также столкнулся с новой проблемой. С добавлением нового закона это означало, что скорость горения магических кристаллов и кристаллов души также быстро увеличивалась. Ему потребовалась секунда, чтобы поглотить сотни тысяч магических кристаллов и кристаллов души. С его нынешним небесным хранилищем и горящими кристаллами души и магическими кристаллами вокруг него этого было определенно недостаточно. Забудь об этом, выругался Элай и достал еще магических кристаллов. Он даже достал все виды магических кристаллов, которые могли восстановить чье-либо тело. Все начало гореть. Элай старался изо всех сил. Гори. Когда сгорело большое количество ресурсов, Элай почувствовал, что процесс снова ускорился. Прошел целый день. Элай почти выжег все, что можно было сжечь в его межпространственном кольце. Тысячи лет накопления были почти исчерпаны за один день, но он не чувствовал никакой сердечной боли. Вместо этого он почувствовал прилив радости. В самый раз Элай выглядел изможденным, когда осматривал свое тело. В этот момент брешь в семени закона медленно открывалась. В то же время маленькое дерево постепенно вышло из-под закона, излучая уникальную силу. Это было странное маленькое дерево. Его корни произошли от ветвей и укоренились в духовном пространстве. Главный ствол был голым, но что было уникальным, так это то, что удлинившись на короткое расстояние, маленькое деревце внезапно превратилось в две ветви. Одна сторона была похожа на прозрачный кристалл, а другая сторона была темной тенью. Это было древо закона Элая. Это доказывало, что Элаю наконец удалось прорваться. Пятый круг. Но почему все еще существуют две ветви? Значит, я наконец-то прорвался к пятому кругу с двумя законами. Рот Элая дернулся, когда он уставился на маленькое дерево. Хотя инстинкты его тела говорили ему, что он преуспел, он чувствовал, что это нереально. У обычного древа закона была одна ветвь, но у него было две. Считалось ли это двойным древом закона? Однако у Элая не было никаких других эмоций. В конце концов, со времен своего второго круга он никогда не мог продвигаться нормально. Для него было нормально попадать в некоторые несчастные случаи. Самым важным сейчас было проверить изменения после продвижения. Во-первых, это сила. Моя сила не изменилась, но я могу преобразовать ее в силу законов. Это совершенно иной уровень, чем сила Целестиала. Кроме того, эволюция законов сделала мою способность к пожиранию еще сильнее. Я даже могу поглощать силу других. Конечно, обратить их будет очень сложно. Что касается времени, моя временная область, вероятно, может расшириться до десятков километров. Более того, у меня появились новые способности. Элай внимательно ощущал изменения в своем теле и становился все более и более шокированным. Была ли это сила или уровень, это была совершенно иная концепция, чем концепция пятого круга в полшага. Более того, он обнаружил, что его закон времени обладает новой способностью. Обращение времени вспять. Элай удивленно поджал губы. Если бы кто-то сказал, что суть временной области заключается в ускорении или замедлении времени, суть времени все еще двигалась вперед. Однако способность обращения времени была немного нелепой. Это может повернуть время вспять и заставить его течь вспять. Впечатляет. Элай глубоко вздохнул. Внезапная перемена принесла ему больше пользы. Это было даже сильнее, чем обычный пятый круг. В конце концов, у него была еще одна ветвь. Однако мне все еще нужно должным образом контролировать эту силу. В конце концов, я только что продвинулся, и я только на первом уровне законов. Возможно, я смогу остаться здесь навсегда и подождать, пока стану сильнее, прежде чем уйти. Элай поджал губы и задумался. Пятый круг отличался от четвертого кольца. Он был разделен на шесть уровней, а именно, царство зародышей, царство божественного дерева, царство тысячи листьев, царство десяти тысяч цветов, царство плода закона и царство нирваны. По сравнению с четвертым кругом, каждый уровень имел большую возможность роста из-за роста древа закона. Каждый уровень был скачком в классе. Элли думал о том, что он мог бы спокойно развиваться здесь в течение нескольких сотен лет, а затем прорваться, чтобы стать сильнее, прежде чем показать свое лицо. Разве это не было бы еще лучше? Изначально я хотел выйти и найти чернокнижника пятого круга, чтобы сразиться, но теперь кажется, что я должен просто тихо развиваться. Я уйду, когда стану сильнее. Тогда будет безопаснее. Будучи закоренелым хулиганом, Элай не был бы настолько безрассуден, чтобы сражаться с пятым кругом. Лучше было подождать, пока он станет сильнее. Думая об этом, Элай открыл глаза, огляделся и углубился во временный фрагмент. Теперь, когда он был на пятом круге, он был способен выдержать еще больше. В конце концов, он остановился в месте, где течение времени было в сто раз быстрее. Усиление правила времени позволило ему еще лучше адаптироваться ко времени. Папа. Элай сел и начал постигать закон, пока Элай медитировал. Он не знал, что по мере его продвижения сильнейшие люди в мире также заметили это изменение. Во внешнем слое мира магов, в некоторых скрытых пространствах, чернокнижники один за другим открывали свои глаза. Сила правил. Кто-то продвинулся в пятый круг. Я не знаю, из какой он фракции. Отправьте кого-нибудь на расследование. Прошло много времени с тех пор, как я видел, как кто-то возносится. Интересно, повлияет ли это как-нибудь на мир? Мне хочется позвонить своей семье и попросить их обратить внимание. Я надеюсь, что это человек, а не морская раса. В противном случае, это будет проблематично в будущем. Пошли те кого-нибудь на расследование. Старые лица открывали глаза одно за другим, и все их выражения были другими. Продвижение к пятому кругу означало, что они стояли на вершине мира. Каждый из них был удивительным чернокнижником, и у них могли быть некоторые изменения в ситуации. Поэтому все еще было очень важно знать, кем был этот человек. Поэтому, по приказу различных старых лидеров, все силы пришли в движение. Даже союз чернокнижников не был исключением. Другими словами, большинство этих стариков принадлежали к союзу чернокнижников. Однако, спустя целый месяц, они все еще ничего не нашли. Они вздохнули и велели своим людям быть на чеку. На крайнем севере, король лич тоже проснулся в башне волшебников, но он был хмур. Я надеюсь, что чернокнижник пятого круга никак не повлияет на меня. Для силы, которая в настоящее время сражалась против союза чернокнижников, не было необходимости говорить об их силе. Хотя продвижение в пятый круг определенно оказало бы огромное влияние, другое дело, что заставило его нахмуриться. Однако, почему эта аура кажется немного знакомой? В его глазах промелькнула редкая тень замешательства. Глубокое море. Короли морских глубин просыпались один за другим и смотрели на сушу с оттенком страха в глазах. Родился ли еще один человек пятого круга? Ха-ха-ха, это не имеет значения. Ну и что, что у него есть пятый круг? В будущем мы обязательно окрасим этот мир в синий цвет. Короли морских глубин общались друг с другом и вскоре снова прервали контакт. В тот момент, когда он прорвался, или попал в поле зрения всего высшего уровня мира. Хотя это не было открыто, бесчисленные глаза уже были сосредоточены на нем. Илай не знал об этом. В этот момент он все еще был погружен во фрагменты времени. Медитируй, медитируй, медитируй. Сверкнула ослепительная временная молния, и он также принес с собой закон тени. Это позволило его пониманию закона быстро углубиться, и древо закона также начало медленно расти. Для Илая такое обучение за закрытыми дверями было просто идеальным. Десять лет спустя, во внешнем мире, когда сила законов вспыхнула в глубинах мира фрагмента времени, весь мир фрагмента времени сначала наполнился бесконечным потоком времени, за которым последовала густая чернильная тень. Все закончилось только через несколько дней. В глубине фрагмента Илай глубоко вздохнул и заглянул в свое тело. По сравнению с древом закона тысячелетней давности, древо закона теперь было во много раз больше. Некогда тонкое и слабое дерево теперь сильно изменилось. Его толстые корни проникали в пустоту и непрерывно поглощали силу. Его крепкий ствол также был во много раз сильнее, чем раньше. Если древо закона когда-то было на стадии прорастания, то теперь оно вступило в стадию роста. Оно обладало характеристиками дерева, но, конечно, его ветви все еще были голыми. Я продвинулся на вторую ступень мага божественного дерева пятого круга. Я намного сильнее, чем раньше. Илай почувствовал свою собственную силу. Тысячи лет одиночества сделали его сильнее, однако этого все еще недостаточно. Союз чернокнижников и морское племя определенно обладают более могущественными силами. Илай отбросил свою гордость и снова вошел в глубины тайного царства. Он был сильнее и мог противостоять более сильному течению времени. Сто раз, сто десять раз, сто двадцать раз, сто пятьдесят раз. В конце концов, он остановился на сто пятьдесят кратном временном потоке и снова погрузился в медитацию. По сравнению с одиночеством, он мог это вынести. Более того, ощущение того, что ты становишься сильнее, было действительно приятным. Время медленно шло. Десять лет во внешнем мире. В ослепительном мире фрагмента времени Илай потянулся всем телом и почувствовал силу, подчиняющую закону, которая уже была на вершине божественного древа в его теле. Самое время, сфокусируя свое сознание на клоне и выйду на прогулку. Илай знал, что он не сможет прорваться за короткий промежуток времени, поэтому он приготовился выйти и расслабиться. В этот момент, центральный регион, город Хамис, будучи главным городом семьи Хамис в союзе чернокнижников, город Хамис был центральным городом в западной части центрального региона. Каждый день миллионы чернокнижников приходили и уходили, что делало его очень оживленным. Однако, в этот момент, в центре города, в высокой белой башне, в комнате воцарилась тишина, и низкий звук поглотил все вокруг. Комната была небольшой, и внутри было не так много чернокнижников. Их было всего трое. Азак сидел на стуле, а перед ним стояли два чернокнижника в черных мантиях чернокнижников с опущенными головами. Сэр, мы уже провели расследование. Вопрос, касающийся башни магов, похоже, не имеет никакого отношения к другим семьям союза чернокнижников. С помощью войны, которую сэр специально развязал, мы собрали достаточно информации во время Хаоса. В конце концов, мы подтвердили, что руины должны были попасть в руки Илая. Чернокнижник в черной мантии опустил голову. Они были двумя людьми, жившими десятилетия назад, и они также были доверенными помощниками Азака. Так это Илай. Азак прищурил глаза, и в них вспыхнул отблеск света. Потратив столько усилий, он наконец нашел это. Более того, за эти годы они тайно взломали документы и узнали больше. По сравнению с сыном того человека, этот человек по имени Дилан, казалось, в конце концов, последовал за греем на поле боя. Однако он умер в мире чернокнижников. Это было очень странно. Следовательно, они были уверены, что на этом человеке что-то есть. Но это Илай. Он поджал губы. Для тех, кто в пятом круге, любой, кто ниже четвертого круга, был ничем. В их семье были люди такого уровня, но у них не было причин нападать на Илая. В конце концов, это дело нужно было держать в секрете. Тьфу. На мгновение он погрузился в глубокую задумчивость. Несколько минут спустя он открыл глаза и сказал. Поскольку мы не можем сделать ход, давайте попросим мрачного жнеца сделать ход. Ах, мрачный жнец, единственный убийца пятого круга на континенте, зародышевый чернокнижник. Они оба были шокированы. Тогда какую награду мы дадим, сэр? В конце концов, он чернокнижник пятого круга. Спросил чернокнижник. Хех, хотя мрачный жнец, организация убийц номер один на континенте, а вторая, цветок мандалы смерти. Хотя у цветка мандалы нет пятого круга, это уже угроза их положению. Я слышал, что недавно они искали Мию. Я знаю, что она недавно была в западном регионе. Я сообщу им ее местоположение и позволю им помочь мне убить Илая. Азак показал жестокую улыбку. То, что они не могли сделать ход, не означало, что у них не было других методов. Что касается Илая, каким бы сильным он ни был, он был чернокнижником четвертого круга. Для него было невозможно выстоять против противника пятого круга. Да, сэр. Они оба кивнули в унисон. Три дня спустя, в стране Гросси, Илай открыл глаза и встал. Выйдя из башни магов, он посмотрел на оживленную обстановку снаружи и теплый солнечный свет. Он сразу почувствовал себя расслабленным. Неподалеку Гидра, который уже продвинулся на полшага пятого круга, сидел с закрытыми глазами. Еще дальше был Дилан, который находился на пике сияющего солнца. После захвата ресурсов региона некоторые из них также продвинулись. Они также были удивлены, увидев Илая. Илай был в уединении в течение десятилетий и, наконец, захотел выйти. Однако, это не имело большого значения. Для людей такого уровня десятилетия были ничем. Поэтому они продолжили заниматься своими делами. Это приятно. Илай сузил глаза, наслаждаясь самой обычной, но ценной вещью. В то же время черная тень появилась за пределами территории Гросси. Его холодные глаза смотрели на Илая. Все было готово к отправке в темноте. Дани Маури молча стояла на поросшей травой земле. Он спокойно посмотрел на Илая, который вышел издалека, и его брови слегка приподнялись. Это Илай? Почему ты еще слабее, чем я думал? Он задумался. В последние годы цветок Мандалы Смерти развивался очень быстро. Это даже угрожало им. Чтобы сохранить свой статус, их силы изо всех сил старались окружить цветок Мандалы Смерти. Результаты также были очень хорошими. Почти треть начальства была убита ими, включая нескольких доверенных помощников Мии. Единственной проблемой было отсутствие Мии. Он тоже искал ее. Поэтому Азак пришел к нему, и он с готовностью согласился. В конце концов, хотя Илай причинил немало неприятностей за последние несколько лет, в глазах этих людей это было действительно ничем. Просто у них не было необходимости избавляться от него. Однако условия, которые предложил Азак, были достаточными, и у него также была причина отплатить тем же. Судя по времени, они должны были окружать Мию. Мы сможем уйти после того, как прикончим Илая. Он скривил губы и вышел из темноты. Он с важным видом вошел на землю Грасси, не скрываясь. Верно. По его мнению, убийство колдуна Пятого Круга, сделавшего полшага назад, было слишком неловким. Он мог бы просто сделать это в лоб. В этот момент, когда он появился, на земле Грасси было активировано несколько десятков заклинаний. Световые экраны остановили его продвижение, но он только слегка взмахнул рукой. Возникла смертельная аура, и заклинательные образования перед ним постепенно стали серыми, прежде чем разбиться, как зеркала. Вот так, несколько секунд спустя, он вышел на поле Грасси и направился к Илаю. Это изменение привлекло всех существ в стране Грасси. Илай повернул голову и сузил глаза. Человек был одет в черную мантию чернокнижника с нарисованной на ней кроваво-красной ладонью. Он выглядел как мужчина средних лет, но единственной особенностью в нем были его глаза. Это было похоже на пару мертвых рыбьих глаз, как будто все было мертво. Скольких людей он убил? Самое главное, аура этого человека уже достигла пятого круга. Кто ты? Илай не знал этого человека. Меня зовут Дани Маури. Те, кто знаком со мной, называют меня мрачным жнецом. Однако я предпочитаю, чтобы все называли меня смертью. Таким образом, это будет более впечатляюще. Моя работа – убивать людей за деньги. Дани улыбнулась Илаю и ответила. В этот момент Гидра, Никола и Дилан уже подошли к Илаю и уставились на него. Даже бесчисленные щупальца Хилла протянулись дальше. Все были не так расслаблены, как раньше. Это было потому, что человек перед ними давил на них с огромной силой. Несмотря на то, что он был в десятках метров от него, аура смерти, которая следовала за ним подобно тени, почти заставила тело души Николы похолодить. Гидра почувствовала опасность, и Дилан сузил глаза. Он не похож на человека пятого круга в полшага. Никола заговорил. Шипи, шипи. Кто это? Глаза Дилана сверкнули, и его тело начало механически меняться, как будто он был готов сражаться в любой момент. Не жить пятого круга на полшага. Это существо, подобное элементалю, высокоуровневое механическое существо и дерево, которое даже не достигло четвертого круга, но обладает удивляющей меня жизненной силой. Похоже, на этот раз я получил что-то дополнительное. Дани закрыла глаза на их слова, но он с легкостью их воспринял. Особенно когда он обернулся и посмотрел на высокий холм вдалеке, его глаза загорелись. Аура жизни была настолько плотной, что считалась драгоценной даже для него. Чувствуя себя полностью проигнорированными, их выражения стали уродливыми. Гидра издала ржание, и ее тело продолжало увеличиваться. Он медленно двинулся вперед, готовясь к атаке. Но в этот момент чья-то рука протянулась и оттащила его назад. Он на пятом круге. Отступайте. Элай спокойно встал и попросил их отступить. Пятый круг. После подтверждения их догадок выражения их лиц стали уродливыми. Пятый круг. Почему он здесь? Никола посмотрел на Элая, который уже загородил их собой, и выражение его лица было чрезвычайно уродливым. Дилан также обеспокоенно посмотрел на Элая. Чернокнижник пятого круга был не из тех, с кем Элай мог сразиться. Могло ли быть так, что это закончилось, как только к нему вернулась память? Тогда к кому он пойдет? Прямо сейчас в мире не было ни одного мага. Йо, у тебя есть кое-какие знания. Да не улыбнулся, когда увидел, что Элай вышел. Конечно, но мне все еще очень любопытно, кто хочет меня убить. Любопытство вспыхнуло в глазах Элая. В то же время его основное тело, которое было далеко во временном фрагменте, покинуло фрагмент и быстро вернулось. Теперь он тянул время. Извините, профессиональная этика. Столкнувшись лицом к лицу с чернокнижником четвертого круга, да не была действительно расслаблена. Тогда ты не очень компетентен. Я думаю, учитель, который привел тебя сюда, не учил тебя сражаться с врагом лицом к лицу. Верно. Элай продолжал медлить. Действительно, но не имеет значения, как вы убьете приспешника четвертого круга, если вы достигнете своей цели. На этот раз Дани кивнул в знак согласия, но жажда убийства в его глазах постепенно распространялась. Распространилась серая аура, и окружающая лужайка начала увидать и умирать. Похоже, ваш закон связан со смертью. Неплохо. Прокомментировал Элай. Ты слишком много говоришь. Да не было немного зла. Я готов поговорить с тобой, но это не значит, что ты всегда можешь быть таким беспринципным. Забудь об этом. Я больше не могу общаться. У меня есть другие дела после того, как я убью тебя. По мановению его руки из Дани появился серый туман и полетел прямо к Элаю. Элай все еще хотел сопротивляться, но Элай рухнул на землю, как будто потерял силы. Истинные законы – это не то, что может быть понято полушаговым чернокнижником. Дани взмахнул рукой, и Элай полетел к нему, прежде чем его окружило еще больше серого тумана. На этот раз его миссией было не убить, а забрать Элая. Однако, что касается остальных, все они были интересными, поэтому он решил упаковать их и забрать с собой. Серый туман снова появился в его руке и устремился к нескольким из них. В этот момент все почувствовали несравнимый ужас, особенно когда увидели Элая без сознания. Никто не ожидал, что Элли будет покорен просто так. Это конец? Никола был в отчаянии. Кем был этот человек пятого круга? Шипение. Гидра была еще безумнее. Когда он увидел связанного Элая, он изогнулся всем телом и бросился прямо на Дани. Для Гидры Элай был его хозяином. Однако Дани просто взмахнул рукой, и огромная сила Гидры была отправлена в полет. Фактически, половина тела Гидры разрушилась, оставив после себя только сердцевину и верхнюю половину, которые сильно врезались в отдаленную горную стену. Бах! Повсюду летела пыль, но Гидра все еще не сдавалась. Оно извивалось всем телом и смотрело на Элая в руках Дани. Он даже готовился активировать силу в ядре. Верность, которая не имеет значения. Дани скривил губы. Для того, кто стоял на вершине мира ассасинов, он видел слишком много подобных сцен. Однажды он был немного тронут, но после того, как увидел это, ему просто захотелось раздавить это. Серый туман окутал их, и он напрямую связал их, совсем как Элая. Затем он направился к Хиллу. В этот момент его очень заинтересовало странное дерево, и он был готов выкопать его. Это немного чересчур. Издалека донесся голос. Кто это был? Дани была ошеломлена. Он обернулся и увидел человека в красной манте и волшебника, смотрящего на него невдалеке. Он выглядел точь в точь как Элай. В этот момент связанный Элай уже рассеялся, превратившись в бесчисленные точки света, которые полетели к новому Элаю. Клон донес узел глаза. Азак рассказал ему об этом, но, похоже, в то время ему было все равно. Кроме того, Элай, с которым он сражался ранее, также был чернокнижником пятого круга на полшага, поэтому он, естественно, чувствовал, что это был настоящий Элай. Теперь, казалось, что он почти совершил ошибку. Вау, ты действительно осмелился выйти. Ты немного храбрый. Он небрежно отбросил связанных игроков подальше, затем взмахнул рукавами и посмотрел на Элая. Никола, который был неподалеку, тоже смотрел широко раскрытыми глазами. Это клон? Когда это произошло? Но, милорд, вам не следовало возвращаться. Никола сначала был сбит с толку, а затем его лицо наполнилось болью. Не волнуйся. Элай махнул рукой и посмотрел на подающего надежды чернокнижника перед ним. Когда Дани снова увидела покровительственный взгляд, он немного разозлился. В следующую секунду поднялся серый туман и превратился в руку смерти. Все растения на их пути быстро погибали, и даже почва постепенно подвергалась коррозии. Благодаря силе законов даже простое приложение может высвободить мощную силу. Неплохо. Прокомментировал Элай. В следующую секунду тень выскочила из-за его спины и бросилась к гигантской руке, мгновенно разорвав ее на бесчисленные куски. Затем тень полетела к Дани и превратилась в ладонь. Па. Прежде чем Дани смогла отреагировать, огромная сила нахлынула на нее. Он полетел прямо к горной стене сбоку, подняв много дыма и пыли, но он не получил никаких травм. Для него это было как пощечина. Это было оскорбление, однако, как можно было сломать его руку смерти? Это было невозможно сломать. Только закон мог остановить его атаку. Это означало, что Элай был в пятом круге. Дани медленно встала и посмотрела на Элая издалека. Его презрение превратилось в осторожность. Ты зародышевый чернокнижник? Он прищурился и спросил. Нет. Элли покачал головой. Ты лжешь. Вы определенно продвинулись к пятому кругу. Ты всех обманул. Дани стиснул зубы. Его лицо все еще горело от пощечины. Ты готов? Спросил Элай. Он посмотрел на Гидру, которая чуть не погибла вдалеке, на раненых людей и разрушенную окружающую среду. Это был первый раз, когда он совершил такую большую ошибку, и он был очень зол. Готов? Намек на сомнение мелькнул в глазах Дани. Глаза Элая постепенно сузились, а затем он сердито сказал. Готов умереть. Зрачки Дани расширились. Ты слишком самонадеян, Элай. В то время Дани был очень зол, не только из-за обмана Азака, но и из-за этого бесстыдного парня перед ним. Даже если ты только что прошла пятый круг, откуда у тебя хватило смелости провоцировать меня? Он решил преподать Элай урок. Слой серого тумана вырвался из его тела и покрыл его, как плащ. Плотная аура смерти окутала его тело, и все вокруг него быстро разъедалось. Вся жизненная сила в окрестностях быстро исчезала. В мгновение ока земля в нескольких сотнях метров от него превратилась в чистилище. Черт возьми, уголок рта Элая дернулся. Это была его территория. Мы выйдем и сразимся. Элай закричал и полетел к горному хребту за долиной. Дани взглянула и последовала за ней, оставив всех смотреть друг на друга. Подожди минутку. Ваше превосходительство на пятом круге? В этот момент Николас, который лежал на земле, спросил Дилана, сомневаясь в его жизни. Может быть, губы Дилана дернулись. Они были так близко, что не знали, когда Элай прорвался к пятому кольцу. С другой стороны, Гидра, чье тело было сломано более чем наполовину, показала радостное выражение. Глупая змея. Никола сердито выругался и быстро встал, чтобы спасти Гидру. На другой стороне, они вдвоем пролетели десятки тысяч метров за горным хребтом. Вскоре Элай остановился. Неподалеку медленно появилась серая фигура, показав фигуру Дани. В этот момент в его руке был кроваво-красный кинжал. Кто-то сказал мне, что ты колдун пятого круга на полшага ниже. Похоже, что ты тот, кто продвинулся некоторое время назад. С тех пор прошло всего 10 лет. Этого времени недостаточно даже для новоиспеченного чернокнижника пятого круга, чтобы стабилизировать правила. Дани спокойно посмотрела на Элая. Приди и попробуй. Элай улыбнулся. Хорошо, тогда я убью тебя. Глаза Дани слегка сузились, но его фигура постепенно растворилась в пустоте, исчезнув из поля зрения Элая. Как убийца, он привык к такому методу. Дани растворился в пустоте, как будто полностью исчез с этой земли. Однако слабое желание убить подсказало Элаю, что он был прямо рядом с ним, готовый нанести смертельный удар в любой момент. Поэтому Элай без колебаний активировал серебряные глаза с пятью кольцами. С момента продвижения серебряный глаз стал сильнее. Это был мощный навык, который был табу даже в мире магов. Это позволило Элаю легко разглядеть фигуру Дани. В этот момент Дани была в нескольких сотнях метров перед ним и медленно приближалась. Элай наблюдал за его приближением, как будто не чувствовал этого. Хотя Дани заметила перемену в глазах Элая, он не чувствовал, что его раскрыли. Он продолжал медленно приближаться к Элаю, и в мгновение ока оказался в сотне метров от него. Он уже вошел в зону атаки. Иди к черту. В следующий момент он взорвался. В этот момент закон смерти сконцентрировался на кинжале. В одно мгновение, пройдя сотню метров, Дани нанес свою первую смертельную атаку на Элая. Согласно могущественным правилам, очевидный разрыв даже появился в пространстве. Однако, казалось, что Элай уже почувствовал это. Он отступил назад и увернулся от атаки. Что? В глазах Дани мелькнуло удивление. Когда он наблюдал, как Элай касается его плеч, атака в его руки мягко соскользнула. Атака маленьким кинжалом мгновенно соскользнула на землю. Бах! Раздался оглушительный звук, и в горах мгновенно появился ужасающий шрам длиной в тысячи метров. Глубина шрама также составляла десятки метров. Несколько гор были расколоты надвое, и трещина излучала плотную ауру смерти. Все в радиусе тысячи метров от трещины быстро умерло. Весь горный хребет был в смятении. Бесчисленные существа убегали вдаль. Это было чрезвычайно зрелищно, но большинство из них были окутаны аурой смерти. Пока они бежали, их плоть отвалилась и превратилась в ужасные белые кости. Не было никакой разницы, было ли это существо нулевого круга или четвертого круга. Под этой атакой весь горный хребет в радиусе тысячи метров превратился в от смерти. Это была атака пятого круга. Хотя она выглядела обычной, заключенная в ней сила вовсе не была расплывчатой. Промахнувшись мимо своей цели, Дани приготовился к побегу. Но как Илай мог позволить ему поступать по-своему, он махнул рукой. Появились безграничные тени и накрыли Дани, излучая всепожирающую силу. В одно мгновение высвободилась огромная всасывающая сила и вытащила его из пустоты. После этого тень непосредственно обернулась вокруг него. Как это возможно? Дани был потрясен, когда почувствовал вокруг себя ограничения. Как мог новоиспеченный чернокнижник пятого круга вытащить его из укрытия? Это был его лучший навык, который когда-то позволил ему выжить перед колдуном божественного дерева. Он должен был вырваться на свободу. Серый туман снова рассеялся. Он хотел уничтожить тени, но был потрясен, обнаружив, что серый туман на самом деле был поглощен окружающими тенями, не вызывая никакой ряби. Это было потому, что он был полностью раздавлен на уровне законов. Как может новоиспеченный зародышевый чернокнижник сокрушить меня с точки зрения законов? Да не была в панике. Он посмотрел на Эли издалека со страхом в глазах. Он больше не был таким спокойным, как раньше. Я никогда не говорил, что я зародышевый чернокнижник. В этот момент Элай медленно приблизился к Дани, и тень сгустилась в его руке. Незародышевая колдунья, Дани был ошеломлен, а затем в его глазах промелькнул след шока. Он чувствовал, что тени вокруг него действительно превзошли этот уровень. Ты на самом деле на стадии божественного древа. Глаза Дани были так широко раскрыты, что он не мог в это поверить, и даже более того, он прямо молил о пощаде. Сэр, пощадите мою жизнь, пощадите мою жизнь. Я просто делаю свою работу за деньги. Мне больше нравилось, когда ты была неуправляемой. Илай взглянул на него, и тень в его руке сгустилась и полетела к Дани. Бах! Тень мгновенно взорвалась в нескольких метрах от Дани, превратившись в великолепную тень. Затем изверглась всепожирающая сила, поглощающая все вокруг. Дани прямо растворилась в пустоте. Несколько секунд казалось, что пустота вот-вот поглотит ее. После этого тень постепенно рассеялась, как будто ничего не произошло. За исключением Дани, которая исчезла и умерла. Примерно одной десятой моей силы достаточно, чтобы убить зародышевого чернокнижника. Мне даже не нужно сражаться, рискуя нашими жизнями. После битвы Илай наконец-то примерно оценил силу зародышевого чернокнижника. После тысяч лет тихой разработки результат был хорошим. Это также заставило Илай одобрить свое предыдущее решение. Если бы не тяжелая медитация, если бы он все еще был на стадии зародыша, то у него были бы большие неприятности. Если бы он все еще был на этой стадии, он неизбежно получил бы некоторые травмы или даже умер. Я избежал еще одного кризиса жизни и смерти. Илай вздохнул, а затем начал искать Дани, которая держалась в тени. Вскоре он увидел, что в тени Азак дал Дани копию местоположениями и попросил его помощь убить Илая. Азак Илай сузил глаза. Это снова был тот парень. Семья Хамис была действительно настойчивой. Но были ли они сумасшедшими в этот момент? Почему они напали на него? Илай не мог понять. Но давай поговорим об этом позже. Если я правильно помню, если я правильно помню, Мия должна быть дочерью Уда. Илай вспомнил западное побережье. Это было более тысячи лет назад. Кажется, он пообещал Уда, что поможет его дочери, если они встретятся в будущем. Давай сделаем это. Я человек, который выполняет свое обещание. Теперь она должна быть окружена четырьмя чернокнижниками пятого круга на полшага. Я должен идти сейчас. В противном случае она умрет. Илай поискал общее направление. Затем превратился в кроваво-красный свет и улетел. Его скорость была в десятки раз выше, чем у чернокнижника четвертого круга, как кроваво-красная нить. Через полчаса после ухода Илая, земляной демонический медведь вышел из горного хребта неподалеку, его тело дрожало. Ее тело, уменьшившееся до нескольких метров, продолжало дрожать. Когда он увидел вдалеке смертельный разлом длиной в тысячу метров, ему стало еще страшнее. Несмотря на то, что он был демоническим земным медведем пятого круга, он мог ясно понимать, что если эта атака обрушится на его голову, у него определенно не будет шансов выжить. Не было даже одного шанса из ста тысяч. Более того, человек, который только что вышел, он вспомнил эту фигуру и немедленно закричал. Черт возьми, в прошлый раз я убежал в глубины горного хребта, чтобы спрятаться от него. На этот раз я действительно встретил его снова. Однако я больше не могу здесь оставаться. Он ворчал, но его тело направлялось на запад. Он хотел отправиться в центральный регион. Он не хотел оставаться в западном регионе еще на один день. Издеваешься над медведем, Мия отчаянно убегала между горными хребтами. Ее травмы были очень серьезными. Рана длиной в полметра простиралась от ее плеча до живота, и пурпурно-красная кровь продолжала вытекать. Это был симптом отравления. Более того, это был не простой элемент, а яд, который содержал слабый закон. Если бы она хотела потратить немного времени, она могла бы вылечить это, но четверо людей, преследующих его, никогда бы не дали ей этого времени. При мысли об этом она обернулась и посмотрела назад. В небе, неподалеку, четыре фигуры вплотную преследовали его. Трое мужчин и одна женщина. Каждый из них был одет в мантию чернокнижника с кровавыми отпечатками ладоней на ней. На их лицах были маски, открывающие только их холодные глаза. Когда Мия обернулась, до ее ушей донеслись голоса нескольких человек. Мия, ты серьезно ранена? Мы догоним вас максимум через полчаса, и это ничейная земля в западных регионах. Куда ты можешь убежать? Лорд Дани скоро будет здесь. Даже если ты увернешься от нашей атаки, мы уже наложили на тебя свою ауру. Когда прибудет Лорд Дани, даже если у тебя есть запасной план, какой в этом смысл? Черт возьми. Мия стиснула зубы и выругалась. Однако ее настроение стало еще более подавленным, когда она почувствовала раны на своем теле. Верно, ее преследовали четверо убийц одного уровня, и она была серьезно ранена, хотя и не думала, что у нее есть хоть какой-то шанс. Однако она никогда бы не сдалась. Тогда мы поговорим, когда ты догонишь меня. Мия выругалась и бросила черный шар позади себя. Шар превратился в плотную дымовую завесу, окутавшую их. Затем она побежала вперед, вырвясь из тюрьмы. Уголки их ртов дернулись, но они все равно атаковали. Несколько минут спустя тюрьма была взломана, и несколько из них продолжили преследование в одном направлении. На Мии была их метка, так что им не нужно было беспокоиться о том, что они не смогут ее поймать. Вскоре они снова догнали Мию и начали нападать на нее. Мии приходилось уворачиваться влево и вправо на бегу. На ее теле появились новые раны. Большое количество крови окрасило ее одежду в красный цвет. Это не только истощило ее выносливость и энергию, но также истощило силу ее родословно и замедлило ее. Наконец, несколько минут спустя Мии пришлось бросить еще одну дымовую шашку. Она быстро спряталась в горах и долине. Она использовала всевозможные методы, чтобы спрятаться. В долине Мия задыхалась, однако она была в отчаянии. Казалось, даже она не верила, что сможет сбежать на этот раз. Вздох. Мия глубоко вздохнула и прислонилась к стене. Она открыла кольцо и достала хрустальный шар. На ней появилась картинка. Их было трое. Слева была женщина с длинными небесно-голубыми волосами. Ее фигура была стройной и холодной, как гора. Справа был другой мужчина с черными волосами и черными глазами. Он выглядел таким обычным. Между ними была девушка с голубыми волосами, но улыбкой. Однако на этой картине между двумя женщинами возникла трещина. Это была картина, которую Мия собрала по кусочкам. Мама, папа. Мия посмотрела на рисунок с бледным лицом. Тень замешательства промелькнула в ее решительных глазах. Будучи наемным убийцей пятого круга на полшага, она больше не могла вспомнить, скольких людей убила. Однако, сколько людей знали, что она стала убийцей, чтобы отомстить за свою мать. Она отомстила давным-давно, но ее мать уже умерла. Какой бессердечный человек. Она взглянула на мужчину, но в ее сердце не было ненависти. Тогда не только ее мать использовала ее отца, но и ее отец, Уда, также много чего натворил. Он также заплатил за все, прежде чем покинуть западные регионы. Он все еще помнил жалобный, но любящий голос этого человека. Мия, если ты столкнешься с какой-либо опасностью в будущем, отправляйся в родословную башню западного побережья и попроси о помощи. Ради меня он мог бы принять тебя. Идиот. Мия улыбнулась. Не говоря уже о том, что такое место, как западное побережье, могло породить любых могущественных существ. Более тысячи из них уже прошли. Герман, о котором упоминал его отец, вероятно, был давно мертв. Однако, возможно, мне следовало уйти с ним еще тогда. В глазах Мии блеснули слезы. Нашел тебя. Внезапно из долины вдалеке донесся негромкий звук. Мия была ошеломлена. Она быстро убрала хрустальный шар и спряталась в стороне. Она прикрыла свою рану, глядя на вход в долину. Трещина. После того, как ветка дерева была сломана и они вчетвером появились в долине, настроение Мии упало до дна. Выходи. В этот момент один из четверых посмотрел в ее сторону со слабой улыбкой. Ее все-таки обнаружили. Мия вздохнула и медленно вышла из темноты. Разве я не говорил, что ты не можешь убежать? Чернокнижник в маске захихикал. Он взглянул на остальных, и они быстро окружили Мию с четырех сторон. Глядя на четырех людей, окружающих ее, особенно когда они достали оружие и активировали свои родословные, настроение Мии упало до дна долины. Она уже была серьезно ранена, но теперь сработали ее внутренние повреждения. Она выплюнула полный рот крови. Похоже, мы лишние. Возможно, ты не сможешь дожить до завтра, даже если мы не будем преследовать тебя. Увидев Мию в таком состоянии, они все усмехнулись и медленно приблизились к ней. Мия в отчаянии закрыла глаза, готовая принять свою судьбу. К счастью, я быстро долетел. Иначе, боюсь, было бы слишком поздно. Внезапно голос из долины раздался снова. Люди оглядывались. Мия открыла глаза. У входа в долину медленно вышел человек в алой манте и чернокнижника. У него были черные волосы, и он выглядел молодо, но его глаза были исключительно яркими, как звезды. Илай. У всех расширились глаза, когда они увидели человека, который только что прибыл. Особенно у команды убийцы с четырех человек. Как наемные убийцы, они, естественно, были хорошо информированы. Прежде чем войти в западный регион, они, должно быть, видели портрет Илая. Он был известен как человек номер один в пятом круге. Однако не это их удивило. Они были шокированы, но почему Илай появился здесь? Будь то Мандала Смерти или Мрачный Жнец, они не имели к нему никакого отношения. Более того, по его словам, не было никаких сомнений в том, что он был готов вмешаться в это дело. Илай. Это личное дело Мрачного Жнеца и Цветка Мандалы Смерти. Тебе лучше не вмешиваться. Более того, наш Господь прямо за нами и может прийти в любое время. Один из колдунов встал и посмотрел на Илая. Мне жаль. Я кое-что пообещал некоторым людям. Если ты убьешь Мию здесь, я откажусь от своего слова. Илай улыбнулся им. Услышав слова Илая, все переглянулись. Даже Мия была удивлена. Казалось, она поняла, как она может связаться с этой большой шишкой из западных регионов. Наш Господь, наш Господь в пятом круге. Колдун продолжал угрожать. Бах. На земле медленно появился труп. Они оглянулись. Мгновенно у всех расширились глаза. Лола. Лорд Дани. Голос прозвучал в унисон. Все в шоке смотрели на знакомый труп. На нем была кроваво-красная мантия колдуна, и у него была пара глаз мертвой рыбы. Кто еще это мог быть, кроме Дани? Этот парень – самый некомпетентный убийца, которого я когда-либо видел. Он действительно проявил инициативу, чтобы сразиться со мной, но я убил его. Илай презрительно покачал головой. Шипи. Некоторые из них перевели взгляды, и то, как они смотрели на Илая, полностью изменилось. Да не было чернокнижницей пятого круга. Как он мог умереть? Это могло означать только то, что Илай был чернокнижником пятого круга. Ты чернокнижник пятого круга? Чернокнижник посмотрел на Илая со страхом в глазах. Остальные тоже были в недоумении. Среди них глазами также были широко открыты. Она тупо уставилась на тело на земле. Это было тело Дани, организации наемных убийц номер один в мире. Пятый круг. Она знала, что это значит, но это привело ее в еще большие замешательства. Она не имела к этому никакого отношения персон, но казалось, что кто-то нанял мрачного жнеца, чтобы убить Илая. Может ли это быть из-за этого? Это было слишком нелепо. Глоток. В этот момент они уже были ошарашены и не смели пошевелиться. Забудь об этом, я отправлю тебя во свояси. Увидев эту сцену, Илай махнул рукой. Мгновенно появились бесчисленные тени и поглотили их. Они хотели сопротивляться, но когда тени прошли, они мгновенно издали болезненные вопли и исчезли в тени. Кризис миновал. Увидев, как все четверо исчезли в мгновение ока, Мия больше не сомневалась. Человек перед ним действительно был в пятом круге. О, мой господин. Мия посмотрела на Илая, но ее настроение немного смягчилось. Не волнуйся, я неплохой человек. Илай подошел с улыбкой. В следующую секунду. Глухой удар. Она без сознания. Глядя на упавшую Мию, Илай моргнул. Когда он посмотрел снова, он сразу увидел яд по всему ее телу, а также ее израненное тело. Это довольно серьезно. Мимо промелькнула тень, и Мию затянула в нее. Илай взглянул на него и ушел. Днем позже. В комнате в башне магов Мия лежала на кровати. Дилан, Никола и Гидра стояли неподалеку. Это до чудо. Время действительно летит. В мгновение ока его дочь уже на полшага в пятый круг. Никола глубоко вздохнул. Действительно. Илай кивнул. Он не ожидал встретить до чудо такой. В конце концов, хотя он и обещал уда, он не ожидал встретить ее по-настоящему. Мастер уже вылечил ее, так что она должна скоро очнуться. Но, мастер или, когда вы прорвались, Дилан посмотрел на Илая. Услышав это, Никола также показал любопытное выражение. Он уже был в отчаянной ситуации, но он не ожидал, что Илай беззвучно прорвется в пятый круг и легко убьет ассасина пятого круга. Это было просто смешно. О, не так давно. Я прорвался благодаря удаче. Давай не будем говорить об этом. Я только что прорвался в пятый круг, и я все еще внизу пятого круга. Илай проинструктировал двоих. Самый низкий уровень. Уголки их ртов дернулись, но они ничего не сказали, потому что это был очень благородный поступок Илая. Мия проснулась. Внезапно сказал Дилан. Все оглянулись. Мия открыла глаза. Это больно. Мия с трудом открыла глаза. Она огляделась. В незнакомой комнате были Илай, дух и механическая собака. О, за ней охотились, и ее спас Илай. Подумав об этом, она немедленно встала, но ее щеки слегка покраснели, потому что ее оригинальная одежда давно исчезла без следа. На ней была свободная мантия волшебника. Твоя мантия чернокнижника серьезно повреждена. У меня есть кое-кто, кто изменит это для тебя. Илай подошел и сказал. Увидев Илая, Мия немедленно встала и поблагодарила его. Спасибо вам, сэр, за спасение моей жизни. Все в порядке, ответил Илай с улыбкой. Его глаза были добрыми. Глядя на Мию, он чувствовал себя так, словно смотрел на младшеклассника. Тогда Уда был одним из его подчиненных и немного помог ему. Почувствовав добрый взгляд, Илая уголки ртами дернулись, но она, казалось, что-то вспомнила. Она осторожно спросила. Сэр, Илай, могу я задать вам вопрос? Спрашивай. Илай кивнул. После того, как она пережила такое сбивающее с толку спасение, было бы странно, если бы она отказала ему. Горлами и слегка дернулась. Она посмотрела в глаза Элли и спросила. Сэр, могу я спросить, почему вы спасли мне жизнь? Мия была крайне смущена. О, я обещал твоему отцу, что помогу тебе, если встречу тебя в будущем, ответил Илай с улыбкой. Да, я все еще помню, как этот парень вернулся в плачевном состоянии. Никола громко рассмеялся, как будто ему пришло в голову что-то интересное. Мой отец. Мия была ошеломлена. Она думала о многих возможностях, но никогда не думала об этой. Ее глаза сверкали. Это верно. Я сказал этому парню Уда не ехать в центральный регион. Никола прищелкнул языком. Мой отец, Уда. На этот раз Мия была уверена. Она посмотрела на Илая так, как будто вспомнила происхождение этого лорда. Казалось, он был с западного побережья. Итак, этот человек перед ним на самом деле был лордом, о котором упоминал его отец. Ее отец уже покинул западные регионы, но он все еще заботился о ней таким образом. Мгновенно бесчисленные слезы наполнили глаза Мии. Тоска по отцу и боль в ее сердце выплеснулись наружу, подобно океану. Капой. Капой. Одеяло пропиталось слезами. Лидер знаменитой организации ассасинов континента, Мия, взорвалась эмоциями и заплакала. Отец. Мия ушла неделю спустя. На данный момент она полностью оправилась от своих травм. Элли также рассказал ей о семье Хамис. Перед уходом она опустила голову и поблагодарила его. Сэр, я не забуду вашей доброты, но если меня не будет рядом, в организации воцарится хаос. Более того, высшие чины мрачного жнеца были убиты вами, поэтому я вернусь, чтобы возглавить их организацию. Когда все закончатся, я вернусь, чтобы присоединиться к армии моего господа и отплатить вам за спасение моей жизни. Когда придет время, даже если ты захочешь напасть на семью Хамис, я определенно встану на твою сторону. Даже если я не смогу вам помочь, с точки зрения интеллекта, наши две организации убийц находятся на вершине. И я никому не расскажу о моем господине, клянусь своей родословной. После этого Мия ушла, Илай не остановил ее. Конечно, Илай тоже был заинтересован в ее развитии. С тех пор, как его влияние возросло, он, возможно, даже вступил в контакт с Центральным регионом. Однако он не был так ясен в новостях из Центрального региона. Хотя особняк Чар был неплох, на самом деле они были всего лишь обычной силой в Центральном регионе. У них не было существования Пятого Круга. Конечно, ассоциация торговцев Золотой Цикадой была сильнее. Этот президент, возможно, достиг Пятого Круга. Для него было бы хорошо, если бы он мог получить больше информации от двух организаций убийц. Что касается другой части, Илай не воспринял это всерьез. Мия могла догадаться, что он Герман, ну и что с того. Он мог просто придумать историю. Однако, я боюсь, что семья Хамис не остановится. Илай вздохнул. Он знал, что что-то должно было произойти дальше. Единственное, что его беспокоило, это то, что он все еще не понимал, почему семья Хамис попросила мрачно важница принять меры. Однако, поскольку они наняли убийцу Пятого Круга, им было суждено стать врагами. Конечно, мы должны сокрушить наших врагов. Илай вернулся в башню магов. Он решил построить пространственный проход между этим местом и фрагментом мира времени, чтобы облегчить будущее восстания и избежать повторения подобного. Что? Мия из Мандалы Смерти вернулась живой и захватила мрачного жнеца на чрезвычайно высокой скорости. Азак в шоке вскочил со стула. Перед ним два чернокнижника все еще прикрывали свои тела. Они опустили головы и сказали, да, милорд, мрачный жнец так и не показался. Фактически, мы не получали от них никаких новостей с тех пор, как они вошли в западные регионы полмесяца назад. Их местонахождение полностью исчезло. Те, кто появился, были четырьмя людьми из организации. Они появились на окраине горного хребта, но больше никогда не появлялись после входа в горный хребет. Мия вернулась к цветку Мандалы Смерти неделю спустя. Что касается Смерти, то она больше никогда не появлялась. Мы подозреваем, что он уже мертв. Это лицо Хамисса дернулось, а глаза расширились. Как это возможно? Он не мог в это поверить. Смерть пятого круга не могла исчезнуть без причины, и Мия не могла никак не отреагировать на его руку. Однако, не была ли Смерть слишком нелепой? Это не может быть и лай. Верно? В это время другой чернокнижник, который промолчал, напомнил ему. Это невозможно. Азак отрицал это напрямую. Сэр, не забывайте о флуктуации пятого круга, которая появилась 10 лет назад. Более того, Элли также был на пике четвертого круга. Раньше чернокнижник предположил другую возможность. Тишина. На этот раз Азак замолчал, потому что, по словам чернокнижника, это было вполне возможно. Однако, когда он подумал о Белайе, находящемся в пятом круге, он все еще чувствовал, что что-то не так. По мере того, как собиралось все больше и больше улик, они были все более уверены, что у Элли есть важные сведения о башне серого волшебника. Это может быть даже местоположение или ключ. Такие вещи не могли попасть в руки других. Действительно, на этот раз мы не можем недооценивать его. Намек на осторожность промелькнул в его глазах. Однако отдать ему башню серого волшебника невозможно. Если это действительно у него, то это будет большой проблемой для нас. Более того, мы все еще можем скрыть это сейчас, но как насчет позже? Если другие семьи узнают, наша семья определенно не сможет этого получить. Азак стиснул зубы. Хотя союз чернокнижников состоял из шести семей, внутри него существовала иерархия власти. Три семьи были слабее трех других. Если бы они могли заполучить башню магов, они могли бы напрямую решить эту проблему и стать семьей номер один. Возможно, они даже смогут контролировать мир чернокнижников, как гласят легенды. Думая об этом, выражение его лица стало серьезным. После нескольких секунд молчания он посмотрел на них двоих и сказал. Пошлите кого-нибудь распространить слух, что Эли и Роланд вступили в сговор, чтобы обмануть союз чернокнижников. Когда придет время, я проявлю инициативу и предложу союзу, чтобы Хамис уничтожил башню родословной, а затем разделил силы в западном регионе. Они определенно согласятся. Да, сэр. Двое кивнули и быстро ушли. После того, как они ушли, Азак откинулся на спинку стула. Если мы предположим, что Элай находится в пятом круге и у него достаточно сил, чтобы победить мрачного жнеца, тогда мы должны, по крайней мере, послать чернокнижника пятого круга. Ну и что, что ты прорвался в пятый круг? Есть некоторые вещи, которые ты не можешь защитить. Азак стиснул зубы и показал жестокую улыбку месяц спустя. Земля Гроссе. Нижний этаж башни магов. Здесь располагалось довольно огромное магическое образование, излучающее слабые пространственные колебания. Наконец-то, Элай стоял в стороне и вздыхал. Создание заклинания телепортации во фрагменте мира времени оказалось намного сложнее, чем представлял Элай. Ему не только приходилось противостоять огромному употреблению времени, но и учитывать пространственную нестабильность самого фрагмента мира. Это значительно увеличило сложность создания пространственного заклинания. К счастью, у него было достаточно ресурсов и хороших навыков. Потратив около месяца, он, наконец, преуспел в создании одного. Это значительно облегчило бы его будущее путешествие между пространственными фрагментами. Это также полезно для меня, чтобы скрыть местоположение моего основного тела. Элай улыбнулся и вышел из башни волшебников. Когда дверь открылась, это было поле Гроссе, но недалеко. Там была большая пустая территория. Это было похоже на лысину, серьезно портившую настроение. Элай вздох. Хотя сила законов была очищена пожирающей силой, оставшейся после нее аури, вероятно, потребуется несколько месяцев, чтобы восстановиться. Влияние законов на эти вещи все еще слишком велико. Элай вздохнул. Это также было одной из причин, по которой маги предыдущей эпохи запретили магам выше пятого круга сражаться в пределах мира. Это произошло потому, что последствия битвы между магами на этой стадии оказали бы гораздо большее влияние на мир, чем последствия четвертого круга. Это было также потому, что Элай использовал свою силу пожирания, чтобы уничтожить законы смерти. В противном случае миру потребовались бы десятилетия, чтобы оправиться от Афтершока. К сожалению, хотя всепожирающая сила может уничтожить эти законы, она не полна. Элай взволнованно покачал головой. В конце концов, правила, которые он понял, были отделены от правил тени и уже немного отклонились от тени. Следовательно, сила была не так велика, как он себе представлял. Все еще оставалось много возможностей для улучшения. Конечно, это обновление было очень трудным и, возможно, Элли никогда не смог бы достичь его за всю свою жизнь. Но это может быть не так. Пока он размышлял, он уже достиг другой стороны долины, где находился Хилл. В этот момент Хилл был еще больше, чем раньше. Ее рост составлял 150 метров, а излучаемая ею жизненная сила была еще сильнее, как будто она могла взорваться в любой момент. Элай знал, что Хилл подбирается все ближе и ближе к четвертому кругу. Отец. В этот момент прозвучал четкий голос. Это был голос Хилла. Имым, не забудь напомнить мне, когда прорвешься. Я защищу тебя. Элай улыбнулся. Хилл понимает. Хилл ответил. Да. Элай кивнул и повернулся, чтобы посмотреть на другую сторону. Неподалеку засело огромное существо. Это была гидра. Перед ним была небольшая гора высококачественной руды, которую оно проглотило. Нынешняя гидра явно была намного лучше, чем ее поврежденное тело месяц назад. Большая часть его тела восстановилась, и только небольшая часть нет. Однажды подвергнуться вторжению законов смерти, возможно, не так уж плохо. Это делает элементы гидры еще более сгущенными. Возможно, пока есть материал достаточного качества, продвижение к пяти кругу не будет мечтой. Элай тайно наблюдал. Понаблюдав некоторое время, Элай подтвердил, что гидра действительно выиграла от катастрофы. Он развернулся и вошел в башню волшебников, затем направился к фрагменту мира времени. Медитация. Три месяца во внешнем мире равнялись 54 годам во фрагменте мира времени. Я снова потерпел неудачу. Во фрагменте мира времени Элай вздохнул, почувствовав, что сгущение закона снова потерпело неудачу. Прорыв в царство тысячи листьев отличался от божественного древа. Первые два этапа должны были постоянно совершенствоваться, и не должно было возникнуть никаких узких мест. Однако третьим этапом было уплотнение листьев законов, что должно было добавить немного больше украшений древу законов. Конденсация силы законов в листья также была разницей между двумя рангами. Более того, его боевая мощь снова достигнет определенной степени скачка, что приведет к качественному изменению. Но это должно произойти скоро. Возможно, я был слишком напряжен в последнее время. Давай выйдем на прогулку. Элай подумал об этом и решил выйти прогуляться. Преодоление пространственной формации заклинаний и возвращения в мир чернокнижников. Элай вышел из башни и обнаружил Николу, ожидающего у двери. Что-то случилось? С любопытством спросил Элай. Сэр, я как раз собирался постучать в дверь. Никола улыбнулась и передала письмо. Господин, Мия вчера прислала сюда кого-то, чтобы доставить тебе письмо. Письмо? Элай с любопытством взял конверт. Недавно цветок мандалы смерти и мрачный жнец вызвали переполох в центральном регионе. У Мии все еще было время написать письмо. Казалось, что ситуация в основном стабилизировалась. Он открыл письмо и начал читать. Но несколько секунд спустя он нахмурился. Сэр, что случилось? Никола увидела, что Элай нахмурился, и поняла, что могло произойти. Попросите Алиду организовать введение в башню родословной тревоги первого уровня. Элай отложил письмо и спокойно сказал. Тревога первого уровня. Никола недоверчиво расширил глаза. Тревога одинго уровня была наивысшего уровня. Это означало, что они были готовы к войне в любое время или даже к возможности смерти. Сэр, что случилось? С тревогой спросила Никола. Буквально вчера состоялась очередная встреча Альянса Чернокнижников. Однако на этой встрече семья Хамис представила множество доказательств того, что я вступил в сговор с Роландом и предложил разрушительную атаку на башню родословной. Тем, кто это совершил, была семья Хамис, и Альянс также принял предложение. Элай спокойно объяснил, что это, как они могли так подставить нас. Никола был в ярости. Хотя у них были неясные отношения с драконами, они определенно не имели никакого отношения к этому магу. По крайней мере, он никогда не видел этого Роланда здесь. Никола продолжал ругать семью Хамис, и даже Элли был немного смущен. Это не ложное обвинение. Это не ложное обвинение. Что это было? Это не ложное обвинение. Никола сначала повторил, затем вскочил и уставился на Элая с разинутым ртом. Я забыл сказать тебе, что Роланд, мой клон Элай поджал губы и сообщил Николе новость, которую он скрывал долгое время. Тишина. Никола молчал. Он опустил голову, и уголки его рта дернулись. Ему потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Сэр, ваша скрытая личность на самом деле нечто другое. Элай слабо улыбнулся, но его глаза постепенно потемнели, но он не запаниковал. Семья Хамис была сильна, но не чрезмерна. В дополнение к отчету, в письме также содержался план сражения семьи Хамис. Под четвертым кругом находится бесчисленное множество людей, сотни из них – сияющее солнце, и в пятом круге на полшага активны почти 30. В настоящее время в семье Хамис должно быть от трех до пяти зародышевых чернокнижников и от одного до двух чернокнижников божественного древа. Элай моргнул глазами. Это был первый раз, когда он узнал о боевой мощи семьи Хамис. Это было действительно неожиданно слабо. Самым высоким было всего лишь божественное дерево. Однако Элай быстро понял, что продолжительность жизни чернокнижника пятого круга составляет всего около пять тысяч лет. Согласно законам нынешнего мира, потребление жизни было почти ужасающим. То, что он смог достичь пятого круга, уже было гениально. Даже если кто-то достигнет пятого круга, он немедленно выйдет во внешнее пространство мира магов. Это уменьшило бы потребление, но было и ограничение. Поэтому были даже случаи, когда люди, прорвавшиеся к пятому кольцу, жили не так долго, как те, кто прошел четвертый круг. Из-за такой короткой продолжительности жизни прорваться было еще труднее. Это уже был редкий гений, который прорвался к божественному древу за тысячу лет. Однако для него это было великим достижением. Я уверен, что у семьи высшего ранга есть много ресурсов, которые мне нужны. На лице Элая появилась улыбка, как будто он с нетерпением ждал этого. Его снаряжение долгое время не обновлялось. Никола, который был неподалеку, был потрясен. Он посмотрел в глаза Элая и почувствовал что-то другое. Это как увидеть добычу. Горло Николы слегка дернулось. Он был немного шокирован. На второй день тоже пришла Лилиана, которой не терпелось увидеть Элая. Элли думал, что что-то изменилось, но оказалось, что это дело семьи Хамис. Это также заставило Элая понять, что в некоторых аспектах организации ассасинов была быстрее особняка Чар с точки зрения сбора разведданных. Разницу в интеллекте между двумя организациями нельзя было недооценивать. Это означало, что сбор разведданных двумя организациями Союза Чернокнижников находился на совершенно разном уровне. Утешив Лилиану, он ушел. С помощью информации Элли Алида быстро организовала различные силы родословной башни. Однако она знала, что они не могли остановить семью Хамис. Если битва действительно разразится, это будет зависеть от переговоров между семьей Хамис и Элаем. Как раз когда они готовились, Элли было отправлено письмо от Союза Чернокнижников. Элай не видел этого и разорвал, потому что знал, что внутри. Конечно же, на третий день Союз Чернокнижников объявил, что Элай вступил в сговор с магом Зеленого Поля Роландом. Они также объявили, что убьют Элая в качестве наказания и что это сделает семья Хамис. Этот вопрос вызвал огромный переполох. Это потрясло не только западные регионы, но и весь центральный материк. Южный регион. В отличие от западного региона, это место совместно контролировалось двумя первоклассными силами, семейством морских акул и семейством морских драконов. Две семьи враждовали круглый год, но сегодня было редкое перемирие. В секретной башне магов два мастера собрались вместе. Башня родословной является правителем западных регионов. Здесь много лет был мир, и Союз Чернокнижников собирается предпринять против них какие-то действия. Патриарх Морская Акула нахмурился и вздохнул. Это верно. Все наблюдают за тем, как наши две семьи бесконечно сражаются во внешнем мире, но они понятия не имеют, что это просто шоу. В противном случае Союз Чернокнижников уже захватил бы это место. Глава клана Морского Дракона кивнул. Вздох. В этот момент они оба снова вздохнули. На протяжении многих лет Союз Чернокнижников распадался день ото дня, но их влияние простиралось все дальше и дальше. Были захвачены несколько регионов. Местные расы хотели дать отпор, но они были вообще не в состоянии сопротивляться. Более того, им не хватало лидера. Вздыхаю, бедная башня родословной. Однако, после того, как западный регион попадет в руки Союза Чернокнижников, следующими можем стать мы. Действительно, они оба кивнули. Что касается возможности победы башни родословной, они даже не рассматривали ее. После столь долгого угнетения Союзом Чернокнижников они никогда не видели никакой надежды. Было много людей, у которых были подобные мысли, включая главу семьи Бога Ветра Ялунга, единственной семьи в Восточном регионе. Он глубоко вздохнул, как будто мог увидеть ту же трагическую судьбу, происходящую в Западном регионе. Положение Северного региона было еще хуже. Они столкнулись не только с Союзом Чернокнижников, но и с башней Лича. В этот момент эксперты других областей были затронуты вопросом Западного региона. Они не злорадствовали и не чувствовали себя счастливыми. Им было только грустно. Однако они ничего не могли с этим поделать. В конце концов, это был Союз Чернокнижников. Даже семья Хамис обладала способностью легко сокрушить башню родословной. В конце концов, Илай был известен как сильнейший ниже Пятого Кольца, но была огромная разница между Пятым Кругом и теми, кто находился под ним. Надежды не было. Ассоциация торговцев золотой цикадой. Цзин Цзиз жал кулаки, когда услышал новость от лидера своей гильдии о том, что ему следует как можно скорее покинуть западные регионы. Канелла встала перед ним и прошептала. Сэр, гильдмастер попросил нас уйти с самыми важными ресурсами. Ситуация действительно настолько плоха. Джин Джи поднял на него глаза и спросил низким голосом. Цель семьи Хамис, Илай. Как вы думаете, что произойдет с западным регионом, если Илай не станет? Отпустит ли союз чернокнижников эту землю? Они не будут. Канелла вздохнул и покачал головой. Да, союз чернокнижников был не самым подходящим местом для разговора. Однако корни их ветви были все в западных регионах. Если бы они ушли, это было бы для них совершенно разрушительным ударом. Даже для владельцев родословной золотой цикады удар торговой палаты может даже напрямую повредить их родословной. Более того, для Цзинь Цзи уход означал, что он полностью отказался от своей должности президента филиала торговой ассоциации «Золотая цикада». Итак, милорд, мы уходим? Канелла собиралась заговорить. Бах! Послышался звук разбивающейся чашки. Цзинь Цзи посмотрел на Канеллу и сказал. Возьми основных членов торговой палаты и пока покинь западные регионы. Я останусь здесь, мой господин. Глаза Канеллы были готовы вылезти из орбит. Больше ничего не говори. Цзинь Цзи махнул рукой и глубоко вздохнул. Те, кто потерял торговую палату, отправились в центральный регион. Лучше остаться здесь. Ты должен уйти первым, сэр. В глазах Канеллы промелькнуло нежелание, но он все равно ушел через несколько секунд. Бах! Дверь закрылась. Цзинь Цзи глубоко вздохнул и посмотрел в потолок с горечью в глазах. Он исчез. Все пропало. В этот момент, хотя он всегда доверял Илаю, он не видел никакой надежды. Если бы его противник был всего лишь чернокнижником пятого круга, у него все еще мог бы быть проблеск надежды. Однако он столкнулся с семьей Хамис и союза чернокнижников, одним из гигантов среди чернокнижников. Что, черт возьми, это было город родословный, очаровательный особняк. Лилиана стояла на самом верхнем этаже комнаты и смотрела на зеленую траву вдалеке. Какой упрямый! Почему ты не уходишь? Беспомощно сказала Лилиана. Когда они встретились, он сказал ей уйти как можно скорее, но он был все таким же, как и раньше. Он не собирался слушать ее и хотел остаться здесь. Однако, она думала о том дне, когда они встретились. Казалось, что Илай не был слишком взволнован. Итак, какова твоя козырная карта? Она поджала губы. Впервые она надеялась, что на этот раз Илай сможет все перевернуть, как раньше. Тем не менее, она также очень ясно дала это понять. Это было очень трудно, чрезвычайно трудно. Но она все еще была готова в это поверить. Не умирай! Она закрыла глаза и искренне помолилась. Давление со стороны семьи Хамис не только заставляло нервничать различные силы. В западных регионах все чувствовали крайнюю нервозность и даже отчаяние. На этот раз они столкнулись с членом союза чернокнижников, семьей с первоклассной родословной, одной из шести древних семей в мире, семьей Хамис. Никто не думал, что они смогут победить. Все ждали того дня, когда армия семьи Хамис прибудет в город. Однако, ко всеобщему удивлению, хотя семья Хамис, казалось, собрала свои войска, у них вообще не было намерения приближаться к западным регионам. Казалось, что они только готовились так же, как все были озадачены. Внезапно, неделю спустя, за пределами мира чернокнижников, в небе над западным регионом, все видели, как три молниеносных питона пересекли мировую мембрану и вошли в мир чернокнижников. Их тела были окружены молниями, когда они направлялись в западный регион. Длина каждого молниеносного питона составляла более 10 000 метров, что заставило сердца каждого сжаться, так это родословная семья Хамис. Это была родословная шестого круга. Питон-молния трехглавый молниеносный питон был похож на миф, который был отражен в реальности. Его ужасающее тело было длиной в 10 000 метров, а толщина, вероятно, составляла сотню метров. Каждая из его пурпурно-синих чешуек была длиной в несколько метров, а равнодушная аура, излучаемая его почти 10-метровыми фиолетовыми вертикальными зрачками, заставляла всех дрожать от страха. Их головы были круглыми, но из них рос чистый белый спиральный рог. Бесчисленные молнии обвивались вокруг них, распространяясь во всех направлениях без ограничений. Молнии расходились из их тел во все стороны подобно реке. В одно мгновение небо всего западного региона стало сине-фиолетовым, и их огромные тела отразились у всех в глазах. В этот момент все посмотрели на небо и увидели это огромное тело. Город родословный. Чернокнижники посмотрели на небо. Их тела не могли не дрожать, и они даже упали назад. Что это? Ты, должно быть, шутишь. Как аватар родословный мог достичь размера 10 000 метров? Это, должно быть, кошмар. Это определенно не четвертый круг. Может ли это быть легендарный пятый круг? Думаю, я понимаю, почему они еще не начали войну. Они планируют использовать свою боевую мощь высокого класса для прямой атаки. Может ли сэрилай действительно сопротивляться? Действительно ли это существование, которому мы можем противостоять? Не только чернокнижники низкого уровня, но даже небожители западных регионов были потрясены этой сценой. Намек на отчаяние мелькнул в их глазах. Просто аура и сила, излучаемые тремя чернокнижниками пятого круга, намного превосходили ауру и силу чернокнижника пятого круга на полшага. Это было совершенно другое измерение, чем у чернокнижника пятого круга на полшага. Это действительно было немного преувеличено. Их трое. Горло Лилианы слегка дернулось, и ее глаза вспыхнули от шока. Она знала, что на этот раз семья Хамис определенно пошлет чернокнижника пятого круга, но она не ожидала, что Хамис пошлет троих. Не было ли это немного преувеличено? Похоже, они не хотят, чтобы произошли какие-либо несчастные случаи. Более того, вероятно, у него была причина продемонстрировать свою силу другим фракциям в качестве предупреждения другим беспокойным фракциям. Лилиана думала о большем, но это были плохие новости для башни родословной. В ситуации, когда очень немногие фракции имели пятый круг, для семей союза чернокнижников, в которых было много чернокнижников пятого круга, это было бы огромным ударом для других фракций. Даже башня родословной не была исключением, за исключением. Итак, Илай, какая у тебя козырная карта? Лилиана смотрела на покрытую травой землю, ее сердце бешено колотилось. Илай посмотрел на трех молниеносных питонов, которые, казалось, были выставлены на всеобщее обозрение. Очевидно, семья Хамис не просто хотела разрушить башню родословной, они также хотели продемонстрировать силу шести семей внешнему миру. Даже если они были одной из трех низших семей, они не были чем-то, с чем другие силы могли сравниться. В первый раз пришли три зародышевых чернокнижника. Это означает, что семья Хамис научилась быть умной. Если он правильно помнил, в семье Хамис было всего четыре или пять зародышевых чернокнижников. Но, если бы они все умерли здесь, им определенно было бы очень грустно. Илай ухмыльнулся и посмотрел на небо. В этот момент три молниеносных питона были уже в тысячах метров над башней родословной. Посреди моря молнии они втроем смотрели вниз на город рода, или, точнее, на Илая, который... Редактор субтитров А.Семкин